И вот мы истребляем не сынов Божьих, а сынов дьявола истребляем, забывая, что Иисус сам, он, собственно, еврей. Вот, понимаете, можно вырвать из контекста местописание и строить на этих вырванных из контекста целой доктрины. Друзья, я завтра расскажу многие вещи из истории церкви и покажу в такие слайды. Но, друзья мои, сейчас давайте помолимся, давайте встанем. И в этой молитве, в этой молитве каждый прими правильное решение, каждый прими правильное решение, следовать за Господом. В этом жизнь наша. Однажды земля и все дела на ней сгорят. Мы знаем это из Библии. И мы знаем из Библии, что будет земля и новое небо, где обитает правда. Мы знаем, что это будет совершенно новое все. Мы знаем, что это будет потрясающее. И что не будет там ничего нечистого, грязного. И сегодня Господь протягивает свои руки каждому из нас и призывает к примирению. Когда Ной строил ковчег, наверняка многие насмехались над ним. Им казалось чудачеством строить вдали от морей корабль большой. Но, друзья мои, смеется хорошо тот, кто смеется последним. Самый последний, посмеется живущий на небесах, написано посмеется им. Господь поругается им. Друзья мои, на самом деле сейчас время строительства небесного ковчега. Сегодня время благоприятное войти в этот ковчег. Мы не знаем, когда закроются двери. Ниной закрывал двери ковчега. Он зашел и ожидал. И однажды двери сами закрылись. Бог закрыл дверь. Однажды Бог закроет двери покаяния. Однажды время это закончится, которым мы сейчас имеем благодать и время. Но сейчас есть время примириться с Богом. И обращение мое к нашим дорогим слушателям и зрителям также. Примиритесь с Богом. У вас есть прекрасный шанс сейчас помолиться молитвой покаяния. Пусть эта молитва будет из сердца, из глубины души. Пусть она будет искренней. Потому что только лишь с искренними Бог поступает искренно. А с лукавыми по лукавству их. Господь Бог Святой, я благодарю Тебя за это собрание вечернее. Благодарю Тебя за эту встречу с Тобой и друг с другом. Благодарю Тебя, Господь, за Твое святое присутствие. А за то, что Ты касался каждого сердца, Боже, и Ты был нашим учителем. Господь, научи нас дорожить временем, который Ты нам отвел на этой земле. Господь, дай нам написать прекраснейшие строки в историю Твоей церкви, которых Тебя будет не стыдно читать. Господь, который не покроет Тебя стадом, но Господь, который прославит Тебя. Боже Всемогущий, мы благодарны Тебе, Боже, за героев веры, которые на этой земле сохранили ее, дошли до конца, не сдались, не сломились, прибыли твердой верою, воздав Тебе всю славу. Господь, благостави нас быть подражателями их веры и типа отцов наших верных Тебе. Господь, и пусть это занятие, оно предостережет нас от страшных, которые были в истории Божьей нашей церкви, Твоей церкви, которые были совершены нашими предшественниками на этом поприще. Господь, благостави нас учиться на этих примерах, Господь, и не совершать этих ошибок в нашем Тебе служения на этой земле. Боже, благостави нас, пожалуйста, во имя Сына Твоего Иисуса, во имя крови драгоценной Христа. Благостави нас. Дай покаяние грешникам, Господь, дай обновление святым. Боже, дай Господь каждому из нас, Боже, прийти в единство веры, познание Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Я благоставляю вас стихами благоставения Божьего, благоставения, которое Бог сказал благоставлять сынов Израиля. И это записано в 4 книге Моисеевой, в числах, в 6 главе, в самом завершении этой главы есть слова, когда Бог Всевышний сказал Моисею, чтобы тот передал Аарону и сынам его, чтобы они этим благоставением, именно этим благоставением благоставляли сынов Израиля. В конце главы, и я благоставлю их. Сегодня среди нас может не так много евреев по крови, но мы верующие, принявшие царя Иудейского и Иисуса Христа в свое сердце, мы наследники великих обетований, независимо от нации нашей культуры, мы наследники великих и грандиозных обетований, друзья мои, Библии, Божьего Слова. Я благоставляю вас на еврейском языке и на русском языке. Иисус Христа Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Хамашех во имя Иисуса Христа.